Я делаю два, ну, не хотим, не хорошее вино, но бокал напоминаю, выпиваю, закопятся, разговариваю, второй бокал уже нот из кусочки, смех, усилие. Третий кризис. Третий наливатель, дядь, кудосы, я уже такая к вам трэба. Да, мы начали нашу поездку с поэзии и разобрались в том, что в Бакарану вино запрещено. Ну, да, знаем. Бакарану действительно, вот единственное, я знаю, может, две, но Бакаран точно религия, которую запрещают вино. Ну, вы же знаете, как в том анекдоте, когда Махмуд идет, а впереди него все его жены. Ахмед ему говорит, эй, Махмуд, Бакарану запрещено, чтобы женщины впереди мужчины шли. Он говорит, да, Ахмед, только когда Коран писали, поля не минировали. Вот то же самое и с вином. Когда писали Коран, других алкогольных напитков не было. Вот поэтому я жил на Востоке, ну, мне вообще, спасибо Всевышний, повезло. Я много увидел, много узнал и благодарен своей юности, молодости. И побывал на Востоке, жил там четыре года и встречались с деловыми ребятами мусульманского мира. Приезжают, они богатые, и все. Каждый привозит свою бутылку. Нет там такого штуки. Нету. Вот каждый приезжает, свою бутылку виски там. А бьют свое? Бьют свое. У каждого стоит, она стоит возле него то, что хочет. Я же желаю, чтобы не было, да. Вот какой-то виски, в какой-то бренде, в какой-то еще. Так вот наливает он виски, бокал. Обязательно Coca-Cola, холодная. И сверху заливает Coca-Cola. А я так смотрю, ты дал 250 баксов за бутылку. Что ты портишь напиток? Ничего не порчу. Это что, Палах не видел? Да, закрашивает, он думает, а лахнет. Хотя действительно, комьяки, виски, это тоже прекрасные напитки. Их тоже надо уметь пить, распознавать. Я большой любитель комьяков, честно скажу. Хотя я вообще человек не пьющий. Вот так, чтобы вы сразу поняли? Я человек не пьющий. Вот последний раз я выйдил 13 июля на свою пыль, и все. И даже могу не смотреть на это дело. Но он не интересует меня по жизни. Ну, в компаниях, там, Новый год, где рождение, там, три рюмочки мне вполне хватает, чтобы и компанию поддержать, и чтобы язык немножко развязался. Вот. Но комьяки, комьяки, действительно, они как десерты. Вот я в преферанс-клубе, в кофе буду посадить, нагреть преферанс, чтобы рядом стоял комьячок, подогреть. Именно вот такими малюсенькими движениями, действиями. Но будьте осторожны, друзья, с коньяком, особенно в возрасте после сорока. Не забываем, что он много лет находится в дубовой бочке. И вот тот дубок, который он в себе несет в наш организм, они дубят в наши сосуды, аорты, кровеносную всю систему, капилляры. Да. Поэтому с ним нужно быть очень и очень осторожным. И очень много моих друзей, да и я тоже, попадали с инфарктами миокарда в совершенно безобидной обстановке. После вечеринки, после коньяка. Именно после коньяка. Поэтому с ним надо быть очень и очень осторожными. Коньяк вам сегодня рассказывал Наталье Анатольевне, что вы разобрались, а что вы? Почему идет Брэнди? Брэнди. Потому что в Брэнди, я услышал, Брэнди это тот же коньяк. Только слово коньяк имеет право писаться только провинция коньяк. Субтитры сделал DimaTorzok